Доброго дня, дорогие друзья! Всем хорошего настроения! Сегодня 9 января, и по вашим многочисленным просьбам, прямо, ну, люди просят конкретики по ЖКХ с приложением документов. Потому что тема, друзья, ЖКХ – это очень актуальная тема, и я сегодня по просьбам вашим дам конкретику. Тема ЖКХ касается каждого, абсолютно каждого человека. Мы все платим, кто-то уже давно не платит, и за газ, и за свет, и за воду. И прошу вас все-таки задуматься, если мы коренное население, родившееся и живущее на территории России. Как вы думаете, если мы родились здесь, то мы для чего должны платить за газ, за воду, за электроэнергию, если это наше по праву рождение? Я очень хочу, чтобы вы понимали, что мы никому ничего не должны. Никому. Лично я уже 5 лет не плачу за газ, 6 лет не плачу за электроэнергию, ну, за воду я вообще никогда не платила. Всегда считаю, вода – это достояние каждого однозначно. Так вот, дорогие подписчики, дорогие слушатели моего канала, сегодня я написала, доработала сама очень классную форму заявления требования. Посмотрите, для того, чтобы не платить ЖКХ, начать нужно, вот прямо даю пошаговый алгоритм, с чего нужно начать. Начать нужно вот с такого заявления требования, посмотрите внимательно, вот такое заявление требования на имя. В данном конкретном случае у нас газом занимается в Краснодаре ООО «Газпром», «Межрегион газ» называется. Так вот, вот оно, руководитель, я его в приложениях обязательно дам, шаблон, скачивайте с Яндекс.Диска, заполняйте свои данные и посылайте. Первый алгоритм, первый с чего нужно начать. Начать нужно с того, что послать вот такое заявление требования в организацию по прошайку. Это будет или «Газпром», или «Горгаз», или «Райгаз», и это будет «НЕСК», как у нас с электросетями. У вас в регионе может быть называться по-другому, но в любом случае суть от этого не меняется. Это организация, которая совершенно незаконна, необоснованна берет с коренных жителей России, которые по праву рождения на этой территории имеют полностью доступ ко всем ресурсам. Берет деньги, деньги хорошие, деньги ежемесячные, регулярные. Если кто-то смотрит и считает, что он должен платить эти деньги, пожалуйста, не смотрите это видео, отключайте, идите по своим делам. Мое видео для людей, которые осознают себя хозяевами своей земли, своей родины, своих недр и своих природных ресурсов. Для этих людей мое видео, оно не для слабаков, для людей активных, смелых и уверенных в себе. Ну так вот, друзья, я приложу свое заявление требования, но сейчас я его хочу вам прочитать кратко, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Руководителю ООО «Газпром Межрегион Газ» миллионный город Краснодар обслуживает ООО «Газпром Межрегион Газ». ННН такой-то, Краснодар-Ульца Ленина 40, Рудневу Сергею Валентиновичу. Смотрите, эти данные, фамилия и имя директора я нашла в интернете по ННН. Пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу серьезно. Открывайте свою квитанцию, видите название фирмы, переписывайте из квитанции, ННН переписывайте из квитанции, набираете в интернете «Контурфокус». Это правовая база, где все организации, юридические лица зарегистрированы в надлежащем порядке. И в «Контурфокусе» набираете и ННН такой-то, руководитель, и вам сразу в Яндексе или в Гугле выйдет, кто именно без доверенности является руководителем данной ЖКХ-компании. Обязательно надо написать фамилию, имя, отчество. От кого? Ну, от человека и гражданина СССР, Марины Борисовны Мещеряковой, адрес такой-то, телефон такой-то. Заявление, требование. На основании статьи 49 действующей Конституции СССР и части 2 статьи 24 Конституции РФ, постановления правительства РФ от 23.09.2010 года, номер 731, об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющих деятельность в сфере управленческих многоквартирными домами, требую предоставить, первое, что я требую, документ основания, подтверждающий, что СССР распался, а Российская Федерация является продолжателем СССР. Второе. Документы основания, подтверждающие передачу с баланса СССР на баланс РФ всех активов и пассивов, включая жизнеобеспечивающие ресурсы, которые согласно статье 10 Конституции СССР являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории. Третье. Акт приема передачи земельного участка и общедомового имущества по адресу, указывайте свой адрес с баланса СССР, РСФСР на баланс РФ. Документ основания, подтверждающий передачу государственного имущества СССР на баланс РФ в виде предприятий жилищно-коммунального комплекса. Открытый специальный банковский счет на организацию с указанием кода 4821 согласно закона номер 103 ФЗ от 03.06.2009 года и положению Центрального банка. Ссылка на него. Код валюты, которым следует оплачивать первичный платежный документ с сопроводительным письмом-выпиской о том, что платеж прошел по коду 643. Согласно указу президента номер 822 от 04.08.97 код валюты 810 был аннулирован и заменен на код валюты 643 посредством конвертации рубля. Здесь с этими кодами химичат не только банки, но и жилищно-коммунальные хозяйства с большой пользой для себя. Коэффициент разницы между кодом 810 и 643 тысяча раз. В 98 году, если мы помним, была деноминация рубля, и он уменьшился на тысячу тысячекратно. Восьмое. Что мы просим? Я так зачитываю, что мы просим. Письменное подтверждение, заверенное печатью вашей организации и личной подписью руководителя и главного бухгалтера, что вы действуете в нарушении ФЗ-103 от 03.06.2009 года и положения Центрального банка такого, осознаете свою личную персональную ответственность, предусмотренную ФЗ-115 от 07.08.2001 о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Дальше. Одновременно предупреждаю, что любые попытки лишить граждан СССР доступа к жизнеобеспечивающим ресурсам буду расценивать, как статья 357 УК РФ «Геноцид», статья 125 УК РФ «Оставление в опасности», статья 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статья 215 УК РФ «Прекращение или ограничение подания, подачи электрической энергии и от других источников жизнеобеспечения». Друзья, имейте в виду, ничего не бойтесь, что отключат. Это уголовно наказуемое деяние. Все это прикреплю, читайте, изучайте, ссылки на эти статьи УК РФ «Отключают», потому что видят, что вы ничего не знаете. Если поймут, что вы будете писать заявление на привлечение, конкретный повод, вот отключили свет или отключили газ, это отключили источник жизнеобеспечения граждан. Нельзя этого делать, ни в коем случае. Это сразу уголовная статья. Ни один работник наемный этой жилищно-коммунально-обслуживающей компании не будет нарушать статью. Тем более, можно с телефона быстренько открыть ему эту статью, показать и рассказать, что вы прямо, вот если вы сейчас обрежете мне, я иду в прокуратуру, пишу на вас заявление. Вы конкретно нарушаете УК РФ. Так, ну и что в заключении? В заключении я требую мотивированный, развернутый и обоснованный ответ предоставить по указанному адресу с подписью генерального директора и главного бухгалтера и печатью требованием согласно ГОСТ вашей организации. То есть заверить надлежащим образом. И неправомерный отказ на самом деле должностного лица регулируется тоже статьей 8 федерального закона номер 2300-1 о защите прав потребителя. Они ответить на это обязаны. Если ответить нечего, то, в общем-то, можно абсолютно законно получать нулевые квитанции. И в конце, конечно, я приписываю, что заявление о требовании составлено на государственном русском языке на основании части 1 статьи 68 Конституции, что не даст оснований к оправданиям на непонимание его смысла. И поверьте, вот на все эти вопросы ЖКХ-компания ответить, к сожалению, не в состоянии. Они бы рады ответить, но у них нет документов, допустим, таких, как акт приема-передачи, тех же, допустим, труб какого-то оборудования, если они обслуживают там водоснабжение или газоснабжение. Нету акта приема-передачи от СССР к РФ, его просто нету. Если они его подделают, они будут отвечать уже по закону, по другим статьям Уголовного кодекса, подделка документов. Так вот, друзья, всем желаю победы на этом поприще. Русский народ просыпается, я очень рада. Я, к сожалению, всем не могу ответить. Пишите мне в WhatsApp, когда у меня время появляется, я отвечаю. Кому надо что-то дополнительно, пишите свою электронную почту. У меня все шаблоны есть, документов, все. Я пишу, уже воюю 6 лет с этой структурой под названием нелегитимная РФИА, я называю ее управляющая компания, коммерческая структура, кто еще не знает. Вот так вот мы воюем результаты на лицо. Еще раз повторюсь, 5 лет я не плачу за газ, 6 лет я не плачу за свет и платить никогда не буду, потому что я хозяйка своей земли. Ну, всем желаю смелости на данном поприще, победы, успеха. Мы победим, потому что правда за нами. И хочу напомнить, дорогие мои подписчики, что мы внуки народа-победителя, победителя фашизма. Мы именно хозяева своей земли. Мы коренное население России. И если не мы, то кто уберет эту управляющую компанию под названием РФ? Всем желаю удачи. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Завтра буду еще давать документы, шаблоны. Под этим видео шаблон этого требования в Яндекс.Диске. Очень просто его скачать, подставить свои данные и отправить или отвезти лично в управляющую компанию по прошайку. Все. Всего вам доброго. Марина Мещерякова. Город Краснодар. До новых встреч.